Обстрелы в Харькове не прекращаются ни на день. Российский агрессор наносит удары по городу с воздуха и реактивных систем залпового огня. Под прицелом оккупантов мирные кварталы города. Один из последних обстрелов пришёлся на Салтовку. Погибло две женщины и мужчина. Ещё четверо получили ранения. Люди успели забежать в подъезд. Там их накрыло взрывом, говорят очевидцы. Ну вот, следы крови. Вот получается, одну женщину забросило вовнутрь подъезда, вторую выбросило сюда. Третью, получается, в стекло. Вот смотрите, хотели отснять. Вот смотрите, шрапнули, пролетело сквозь тело и кровь вылетела прямо на стенку. Прилетело, получается, вот она попала в крышу. Пробила крышу и упала вот эта вот точка попадания. С начала войны это уже четвёртый миномётный обстрел этого квартала. Раньше градами сожгли магазины, гаражи, пострадали автомобили. Местные жители предполагают, бьют именно сюда, так как 30 лет назад здесь была воинская часть. Сейчас это абсолютно жилой дом. Здесь СТО, стоянка, склад, машина монтажа и абсолютно живые квартиры. Тут близко нет военных. Что касается ситуации на фронте, то, согласно информации военной администрации Харьковщины, вооружённые силы Украины держат оборону и продолжают уничтожать технику врага. Самой горячей точкой у нас остаётся Изюмское направление, в частности город Изюм, где ведутся активные боевые действия. Там враг несёт значительные потери. На днях был сбит Су-34, вражеский самолёт. Вчера Ка-52, вражеский вертолёт. Враг продолжает испытывать наши позиции, проверять наши вооружённые силы на сплочённость. Но наши воины стоят на своих позициях. Российская армия также обстреляла Чугуев. Два человека получили ранения. Ещё 10 сёл Дергачёвской громады остались без газа из-за повреждения газораспределительной станции. Людей просят перекрыть газовые вентили в дамаг и обещают, как только перестанут стрелять, займутся ликвидацией аварии. Коммунальные службы Харькова и области продолжают нести службу круглосуточно. Из-за обстрелов только в городе каждые сутки вспыхивает полтора десятка пожаров. Их тушат, как только позволяет обстановка, а после спасателей за дело берутся аварийно-ремонтные бригады. Кабинет министров Украины выделил Харьковской области 250 тысяч гривен на восстановление инфраструктуры. И, как рассказал Олег Сенегубов, уже идут консультации с главами территориальных общин, куда в первую очередь будут направлены необходимые средства. Наталья Белокуда, Евгений Кармазин. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA.